Армянская сторона относится к моей судьбе равнодушно. Об этом на встрече с азербайджанскими СМИ сказал уроженец Нагорно-Карабахского региона Азербайджана военнослужащий Арсен Багдасарян. В конце 2014 года диверсант был задержан на позициях азербайджанской армии и после осужден на 15 лет лишения свободы. Спустя 4 года пребывания в заключении Багдасарян решил обратиться к руководству Армении с призывом поддержать предложение официального Баку и обменять пленных заложников по принципу всех на всех. Сейчас, по словам диверсанта, когда в Армении сменилось руководство, он надеется, что Никол Пашинян все же задумается о судьбе пленных и последует принципу гуманизма Азербайджана. С 2016 года азербайджанская сторона отправляет запросы. Уже многократно отправил. Азербайджанская сторона уже проявляет гуманность к моей личности. А где гуманность армянской стороны? Пожалуйста, кто может мне объяснить? Я бы хотел только передать то, что если Николь Пашинян, его супруга Анна Акопьян, и правда заботится о своем народе, то пусть они там освобождают азербайджанцев, а Азербайджан в свою очередь освобождает нас, чтобы мы могли выйти кто где хочет, встретились с нашими родными, близкими. В Армении в свое время Арсена Багдасаряна хотели осудить за его отказ продолжать службу на оккупированных землях Азербайджана. В знак протеста он, как сам выразился, стал самовольничать. Багдасарян также подчеркнул, если в Армянской республике его называют своим гражданином, то на предложение Азербайджана об обмене там должны были ответить положительно. Этого не случилось. Почему? Багдасарян отвечает сам. Потому что другие родились в территории Армении, а я в территории Карабаха. Бывшие НКО, столицы бывшего НКО Степанакет. Сейчас, как называют, Ханкинди. Там родился. Вы понимаете? А там я, не только я, мое поколение идут на службу, потом кто умрет, умрет, да. Одним меньше, одним больше. Какая разница для них? Для Армении карабахцы никто. Для Армян своих... Армении хотят спасти своих, но никак не карабахских. Так как мы для них ищаки карабахские. В армянском обществе убеждены. Все, что говорил ранее Багдасарян, он говорил под давлением. Эти обвинения заключенный опровергает, отмечая, что к нему в Азербайджане относятся хорошо. За четыре года проблем со здоровьем у него не было. На условия содержания он тоже не жалуется. Я все сам говорю, и меня никто не пытал. Можете камеры поворачивать, чтобы там видно было стены. Там никакого листа нету. Видите, даже я в стену не смотрю. Смотрю, если бы вопрос задали вас, и живет на того господина. Кто вопрос задает, я прямо в глаза того же человека смотрю. И я под диктовку ничего не говорю. В случае освобождения Арсен Багдасарян намерен отправиться в третью страну. Говорит, что в Армению он точно не вернется. Я не хочу вернуться туда. Потому что я там знаю, что меня ждет реальная смерть. И даже если армянская сторона встанет и скажет, мы официально обещаем всему миру, что мы Арсену Багдасаряну пальцем не потронем, все равно я не вернусь туда. С инициативой обмена пленными и заложниками Азербайджан посредством международных структур обратился к Армении еще в 2016 году. Предложение по-прежнему в силе. Официальный Баку заботит судьба каждого азербайджанца. Уже пятый год в армянском плену находятся Дельгам Аскеров и Шахбас Гулиев. Граждане России и Азербайджана соответственно. Они были взяты в заложники армянской стороной в июле 2014 года на территории оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана, когда хотели посетить могилы своих родных. Так называемый суд сепаратистского режима, установленного на Горном Карабахе, приговорил Дельгама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаса Гулиева к 22 годам тюрьмы. За этот период состояние здоровья заложников оставляет желать лучшего. В редких письмах семьи Аскеров отмечает ухудшение своего физического состояния, а Гулиева как-то даже госпитализировали в Ереванскую клинику. Содержатся они в Шушинской тюрьме. Об условиях их содержания Международный комитет Красного Креста согласно своему уставу не сообщает.